Пришла зима, крестьяне, да, торжествуют? Жулечка, привет! Тунга, ты мой хороший! Че ты, приехали в деревню? Да ты мой хороший, подписчикам поздоровайся, скажи привет всем! Привет всем! Приехали в деревню, у нас в Пюмени наконец-то началась зима, смотрите какой офигительный снегопад! Температура что-то плюс 3, наверное? Приехали в деревню, сейчас расскажу зачем. Что, Жульетта, давай рассказывай! Короче, у нас есть плохие новости, один теленок у нас, это переходя с кормежки и с питания, естественно, материнского молока, но на сухой, на сухой, так сказать, корм на сухое. Короче, у нас потеряли мы одного теленка, умер он у нас буквально где-то дня 3-4, наверное, все бодренький такой, веселый был, и потом бах, и вот такая вот ситуация произошла. Так что остался пока один у нас, пока один. Так, о-о-о-о, давай привезти! Здравствуйте! Яша, 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 вот он у нас, смотрите какой я! Хо-хо-хо-хо-хо, Яшка, ты хороший, да? Ты хороший, Яшка, Яша, ну ты подвырос немножко мальчишка у нас, да, Варюш? Варюш, подвырос, смотри какой он большущий уже стал. Яша, чё у тебя братан-то, Яшка, не выжил что ли, да? Потеряли братана твоего? Ушел он у нас. Так и ручку выбрать и не давал, это инфляция как в тенах. Ну что ты, тебе играться надо, да? Смотри какой он, смотри какой, неженка. Яша, ну чё, рассказывай, как ты тут? Ах, классный ты какой, Яшка, Яшка, Яша, иди сюда. Назвали, в общем, теленка Яша. Нормальный такой веселый мальчишка, классный, добрый такой. Да, Яша? Яша, на тебя там уже подписчики тоже смотрят, Яш. Подписались уже ради тебя на канал. Передавай привет тоже подписчикам. Скажи привет! Привет! Ты целовашка такой, классный. Яша, смотрите, как балдеет. Ты как собачка, да? Классный, скоро ты взрослый вырастешь у нас, мальчишка. Так, ну и чё, собственно говоря, цель ещё визита. Ну, с Валентиновичем повидаться. Короче, беда в том, что ждали до последнего, ждали вот конца ноября. Держали, держу я здесь, кстати, у меня 6 гусаков. Вместе со Стасиком. И вот они, смотрите, начинают. Во-первых, они выросли уже, они очень большие, крупные. Держал их до последнего, так сказать. До, до, до стола. Чтобы они до стола доросли. И сейчас, получается, Валентина, поздоровайся с подписчиками. Всем привет, ребята. И сейчас, короче, Валентина звонит и говорит, давай, приезжай. Будем убирать больших гусей, потому что они, короче, два-три человека. Два-три человека, говорю. Короче, группа лис в преднамеренном сговоре начинает, короче, Стасика потихоньку. Они додавливают. Драки, короче, с ушей ему там разодрали. Поэтому сейчас будем убирать больших гусей, короче, и дальше все покажу, расскажу. Вот он, видите, Стасик, шея у него, вон, видите? Вот он, вот он, вот он. Шея, видите, он у нас сзади, сзади шея вся поеденная уже. Вот они, падлы, короче, толпой нападают на него. Что? Стасик, иди сюда. Иди ко мне, иди сюда. Стасик, иди сюда. Ну что, будем помогать тебе тогда, избавляться. Дележка, естественно, у них тут самок идет. Они взрослые уже тоже. Вот там вот, вот сзади у него, видите, стоит вот этот вот. Вот, короче, с этим они еще дерутся постоянно. Да-да-да-да-да-да. Какие смотрят здесь? Они еще между собой вон фигачивают. Видите? Ну что у вас тут в колхозе? Новости какие? А? Все класс, вообще Огонь Живность растет Все, огонь, Яша, иди сюда Яша Яша Ты классный у нас такой Как собака, да? Яшка Сено уже начал кушать Яшка, ты классный Вкусный ты, наверное, будешь, Яша, да? А котиком кормим Сходил к себе, короче, переоделся Взял топор Сейчас будем Производить забой Так, ну что, уберите детей с экрана Как говорится Да нет, я весь процесс показывать А смотри, смотри, гоняет Так, кто Стасика там обижает? А? Кто самый наглый? Вот этот вот молодой тоже Вот этот вот Вообще наглючий Вроде маленький такой, худой На глючий ты какой На глючий ты какой Короче, первый гусь в процессе Посмотрел я сейчас на одном канале Парень вообще гусями давно занимается Я как бы по старинке раньше головы рубил Но не в конвульсиях минуты две-три То есть это держать надо геморрой А самый офигительный вариант Берешь мешок Я сейчас на втором покажу Берешь мешок, уголочек отрезаешь, шею ему туда просовываешь Подвешиваешь этот мешок Голову вниз, ножиком раз по горлу Артерия сразу выходит Во-первых мясо потом белое будет Короче стекает И потом голову уже топориком И это все Сейчас мы замачиваем В горячей воде Самое главное еще Чтобы не сварить И не сварить И именно промочить все перья хорошенько Чтобы они Все же знают поговорку с гуся вода То есть вроде вот он мокрый А смотришь он здесь внутри сухой полностью Вот так на по максимуму Вот эти все места чтобы у него промокли То есть либо палочкой какой-то Либо там кто чем И тогда уже потом уже переходим к процессу ощипки Ощипывать будем сначала Вот эти вот большие перья Они просто вот так вытаскиваются Ну кто как Кому крылья нужны Кому-то не нужны крылья Кто-то просто их отрубает Короче сейчас самое главное Надо хорошенько вымочить его Чтобы кожа именно Вот этот кипяток Горячий В горячую воду короче взяла Вот так короче потихой Я тут еще при помощи Пассатиж Вырываю вот такие корневые Есть короче Такие Тычковые перья Очень мощные Ну вот гусь достаточно большой был Мы конечно его взвесим Вот так вот это примерно выглядит Перосъемка сейчас многие скажут Так у тебя же там перосъемка По перосъемке короче ребят Какая тема Она не подходит под гуся То есть есть перосъемные машины Именно гусины Во-первых они по размеру намного больше Во-вторых у них вот эти бильные пальцы Они короче размером Ну и размером больше И по жесткости они жесткие У меня бильные пальцы и вот эта вся машинка Она сделана ну максимум под бройлеров Вот гусь как сами видите Ну по размеру намного больше И пробовали мы делали маленького гуся Месяца два назад Ну как бы результат не очень Поэтому вот приходится по старинке Старым методом Ощипывать Яша 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 Стасик уже не тот Ух Но чё Ну чё Короче Сейчас вот До такого состояния Мы общипали Ушло короче у нас по времени На больше часа В принципе вот в таком формате сейчас будем проводить Процесс опаления горелкой Ну и потом уже Вбираем все внутренности и ну чё как вы видите мы поменяли дислокацию детей надо было просто забирать поэтому мы забрали наших гусей короче и поехали в город здесь я уже все доделаю у нас сейчас процесс опаливания идет немножко мы уберем волосы но не до конца до такого черного налета делать конечно не нужно вот так вот убираем удобно поливаем нашего гусика тем кто короче смотрит меня недавно хочу напомнить что я начинающий и так сказать гусевод поэтому если я делаю какие-то ошибки то учусь на своих либо учусь из ютуба и сразу хочу сказать о том что стасик живой с ним все нормально он будет продолжать жить так что не переживайте а мы переходим дальше к опаливанию и разделыванию ну вот что получается у нас вот такой гусенок у нас получился не сильно конечно он большой он был мы его взвесили с супругой уже общипанного с кишками то есть с лапами 4 680 был вот ну блин как вырастили так вырастили но это не самый большой гусь я думаю у нас еще там штук шесть наверно 8 осталось что-то будет какие-то экземпляры побольше естественно будем взвешивать будем смотреть будет не будем мерить ну получается вот примерно как то так так давай взвесим обнуляем весы ставим кастрюльку сколько 600 обнуляем по нулям все поехали четыре с чем-то я думаю да ваша кожица подтянулась немножко чё там 4 250 так чё сделали в общем надрез честно вам скажу первый раз вообще разделываю гуся первый раз основываюсь только на ю тубе то есть курица курицы но гусечка говорят чуть другое то есть это у нас такое сказать гусь тренажер варвара тут нам денисовна помогает так сделали короче вот здесь надрез саму эту гуску надрезали получается вот это жировую прослойку и вот главное не надо резать вот эти кишки как я понял ну и надрез сделал здесь уже у горла тут примерно ну у грудины вот я так понимаю вот она будет тоже все вытащить вместе как-то с кишками не за как это будет происходить ну короче как-то это все делается сейчас будем пробовать главное ничего не раздавить и все органы говорят вытаскиваются нужно аккуратненько там как-то это все отделять она все это дело прокручивается как мне сказали блин серьезно эта штука я вам скажу фермерское хозяйство самое главное мы не должны забывать что у нас еще ведь там есть гусиная печень гусиные вот эти все потрошка нам главное не порвать ну как я думаю желчь и сам пищевод потому что сами понимаете все что кушал гусь попадет на мясо нам это не надо все что у него там переварилась или не переварилась желчь что-то у нас здесь главное не раздавить очки полностью вытаскиваем это я так понял желудок у него смотрите жир то присутствует я вам скажу видите а смотрел видео на одном из каналов примерно тоже гусь около пяти килограмм был у него было 700 грамм да 700 грамм жира офигеть может у наших тоже будет потому что вот жирная прослойка сосними вообще просто здоровенная ворьбу шла поиграть будешь это в ванной купаться так плавать как ластами решено как может можно ногти накрасить кстати смотри какая красивая лишь кожаная как как будто змея кожа питона вот принципе я думаю сгорем пополам но мы освоили гусей сейчас мы это все дело помоем приведем так сказать товарный вид здесь у нас что получается я думаю что где-то около 4 килограмм отщипали мы лапы отщипали вот эти пальцы так называемые последние сейчас мы это все дело помоем жирный офигеть жира очень много запах обалденный так ну и после моечки у нас появилась вот такая вот чистая очень ребята жирная офигенно аппетитная пушка гуся не сильно конечно она большая сейчас мы взвесим и посмотрим уже сколько она будет чисто видеть так нулевочка ставим кастрюльку 603 и отнимаем и сейчас у нас по нулям почему ставим кастрюльку для того чтобы вот ноги свисают крылья шея а так она будет повыше и у нас будет четкий результат три пятьсот восемьдесят пять огонь кто-то конечно скажет мало кто-то скажет много может быть но учитывая то что мы в этом году первый раз занялись фермерством и это у нас из стада не самый большой гусь я считаю какой никакой результата он есть это уже классно свое домашнее вкусное мясо всем давайте удачи всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии пока планировать я вас все как без которые в Продолжение следует...